Всем тихой ночи! И снова мы занимаемся нашим традиционным занятием. Изучаем всякие штуки из мира SCP, за которые вы оставляете комментарии. Под прошлым видео, в котором мы занимались тем же самым, больше всего комментариев было за холоднейшую войну. Холодная война это такая штука, в которой СССР и США почти 40 лет боролись за мировое господство. За то, кто будет самым главным на нашем шарике, устроив по пути несколько войн, почти все из которых велись чужими руками. У нас в стране эта тема не слишком популярна, потому что, наверное, не очень интересно обсуждать события, в котором ты не стал победителем, а даже наоборот. Но вот в США это важный пласт их культуры. И, конечно же, холодная война есть во вселенной SCP. Хаб про холодную войну не самый большой, к нему относятся всего три объекта. Но в нем есть много рассказов, объединенных одной целостной историей, что делает его довольно интересным. В 1949 году СССР испытал свою собственную атомную бомбу, что значило, что США больше не единственное государство, которое владеет таким оружием. А из-за разницы в идеологиях СССР и США, эти страны начали все больше противостоять друг другу. Для того, чтобы вернуть себе статус единственной сверхдержавы, правительство США затребовало у фонда SCP доступ к его аномальным объектам, для того, чтобы использовать их в качестве оружия. Но передача объектов в планы фонда не входила. Когда делегация правительства США прибыла к зоне 63А, для того, чтобы забрать требуемые объекты, она увидела страшную картину. Зона была пустая и заброшена, а над ближайшим городком ввели щупальца, состоящие из тени, и они буквально стирали из реальности сооружения и жителей. Видимо, какой-то неизвестный объект сбежал во время эвакуации. Но в целом фонд SCP вывез все свои объекты, причем из обеих враждующих сторон, чтобы они не достались ни одной из них. Однако из-за того, что эвакуация зоны 63 обернулась катастрофой, американское правительство получило в свои руки много материалов, связанных с миром аномального. Немало получила и советская сторона. О том, как правительство Союза захватывало объекты SCP, повествует мини-хаб под названием «Матрешка». В нем, кстати, речь идет о зоне русскоязычного филиала, которая зона номер 7. При этом иронично, что перевода на русский язык этого хаба нет. И несмотря на то, что это подхаб, текста в нем довольно много. 10 достаточно больших глав. Я проглядел их по диагонали и понял, что что-то фонд смог эвакуировать, а что-то нет. Так или иначе, далее в дело вступает отдел ПГРУ, ведь завершение Карибского кризиса 1961 года, когда СССР разместил свои ядерные ракеты на Кубе, в этом мире имело свои аномальные причины. Из объекта SCP-2664 мы узнаем, что аномальный псионический отдел ГРУ создал пси-оружие, которое руководитель проекта по его созданию использовал для того, чтобы умиротворить политиков в США и заставить их отказаться от военных планов. Но затем этот человек сбежал в фонд SCP, и для этого были свои причины. Ведь для того, чтобы войны точно не случилось, он повернул это оружие также и против политиков Советского Союза. Однако тогда это не остановило холодную войну. Совместно с другой организацией мира SCP под названием ГОК, американцы разработали новое аномальное оружие, которое активно применяли во Вьетнаме. Фонду это стало известно, когда одна из МОК SCP, гоняясь за какой-то аномалией во Вьетнаме, обнаружила там заброшенную деревню, в которой бойцов тайного фонда окружила плотная стена комаров, которые постоянно кусали и сильно дезориентировали людей. Вот только на камерах никаких насекомых не было, их видели только пораженные меметическим вирусом люди. Иллюзорные тучи комаров были занесены в базу данных как SCP-2350, и они оказались тем самым секретным оружием США. Из рассказов хаба холоднейшей войны мы узнаем, что образцов аномального вооружения американцы создали довольно много. Однако все по-настоящему опасные вещи фонд все же смог скрыть от военных. Пока американцы запускали иллюзорных комаров во Вьетнаме, а СССР потрошил зону номер 7, сам фонд устроил масштабный переезд. Основная база SCP поначалу была организована в Египте, и кстати война 1956 года за Суэцкий канал объясняется тем, что где-то там фонд и спрятал свои аномалии после эвакуации, а американцы очень хотели их получить. В египетских пустынях фонд вырвал себе подземелье и назвал это дело зону номер 76. Но место это видимо оказалось не самым надежным, потому фонд переехал в Индию, где собрав свои аномальные предметы в кучу, вместе с перебежчиками из Пегру начал делать свои темные дела. Между этим моментом и индийскими приключениями фонда есть еще два маленьких хаба, в которых в сумме 10 глав. Один хаб про черный рынок аномальных предметов мира холоднейшей войны, второй про афганскую войну. Однако опять же это отдельная история, потому сразу переходим в ту часть, где фонд уже переехал на полуостров Индостан. Одним прекрасным утром сотрудник класса Е. Да, в фонде есть и такие. Это люди, которые в результате аномального воздействия стали чем-то странным, но недостаточно странным для постановки на содержание в качестве объекта. Так вот, один сотрудник класса Е, которого уже давно держали в камере содержания, таки стал полноценным SCP-объектом, получив номер 2498. Так произошло после того, как он умер в биологическом смысле. Однако при этом каким-то образом остался способен делать вид, что он все еще жив, ну там ходить и разговаривать. А еще он приобрел способность неким мистическим образом видеть все, что происходит в других местах на достаточно большом расстоянии. Как же так получилось? Дело в том, что окопавшись в Индии, фонд SCP, видимо порадовавшись местному теплому климату и богатой ведической культуре, запустил проект под названием «Радужное тело». Суть этого дела была в том, что человек после страшных волшебно-научных псионических манипуляций превращался в идеального разведчика, способного видеть, что происходит в местах, находящихся от него на огромном удалении. Однако эксперимент получился неудачным, потому что 9 из 10 подопытных вместо приобретения таких замечательных умений просто становились зомбированными. А тот один удачливый счастливчик в лучшем случае переживал пару сеансов ясновидения, прежде чем присоединиться к своим собратьям. Это было слишком жестко даже для фонда SCP, потому проект решили закрыть, но тут добровольцем вызвался один боец-мог, местный индус, и видимо решив, что у него чугунная голова и никакое колдунство ученых ему не страшно, полез в аппаратуру проекта «Радужное тело». На удивление, все прошло удачно, и несколько лет этот моговец поставлял множество ценных разведывательных данных, но затем все же он сошел с ума, а позже и вовсе умер, но после смерти заговорил загадочными фразами, одной из которых была «Небеса холодные, я не один». Сразу после этого события случился странный феномен, по всей Индии в небе стали появляться странные огни, группа которых собирались в диске света, при этом в городах, где наблюдался феномен, на стенах всюду появлялись надписи «Небеса холодные, я не один», которые фонд поспешил уничтожить, запустив легенду о группе вандалов, оставляющих всюду такие граффити. В то же время мертвое тело бывшего бойца МОК, теперь обозначенное как SCP-2498, начало излучать не только странные пророчества, но и радиацию, и было поспешно утилизировано. Объект был признан нейтрализованным, но странные события продолжались, ведь теперь бывшего сотрудника стало слышно в каналах радиосвязи фонда, откуда он продолжил говорить пугающие пророчества. После небольшого нарушения условий содержания, SCP-2498 прекратил влиять на аппаратуру фонда, а вместе с тем начал показывать некоторым своим бывшим коллегам яркие сны. В этих снах он поведал, что он стал многомерным существом, который видит прошлое и будущее, а также всю мультивселенную. Из своего этого состояния мудрый индус увидел, как ничтожны человеческие распори, и используя новообретенные силы, смог так повлиять на человечество, что холодная война завершилась. Финальный рассказ Хаба Холоднейшей Войны показывает падение Берлинской Стены и объединение до того разбитого на два лагеря мира в единой, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, конечно, концовка печальная. Так или иначе, после всех этих событий, фонд SCP возвращается на свои ранее заброшенные по всему миру базы и продолжает содержать объекты в секрете, постепенно вычищая следы их использования по всему миру. Это был хаб Холоднейшей Войны с сайта фонда SCP. Как обычно, оставляйте под этим видео комментарии за какие-то темы из мира SCP, которые мы еще не обсуждали. Какая наберет больше голосов, такая будет в следующем подобном видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok